Во время немецких авианалетов на Москву в начале войны серьезно пострадали многие столичные театры. Трупы эвакуировали в другие города. Казалось бы, нет до спектаклей. Но актеры продолжали работу, готовили новые постановки и выезжали с выступлениями на фронт, чтобы поддержать дух советских солдат. Как это было в нашем следующем материале? Перед нами разрушенная вывеска, разрушенное здание театра имени Вахтангова. Июль 41-го. Воздушная тревога. Немецкие самолеты летят на центр Москвы. Одна из бомб попадает в театр. Угол здания обвалился. Выйдем с вами выбитые стекла. Предлагаю заглянуть внутрь, посмотрим на разрушение. Внутри разбитый потолок смеси с кирпичей и декораций, которая разорвала от взрыва. Последствия прилета по театру Вахтангова восстановили в музее Победы. Бомба сброшена немецким мессершмиттом, разрушила зрительный зал, фойе. Погибли актеры, сотрудники театра, которые в ту ночь дежурили. Труппу московского художественного академического театра война застала еще раньше, на гастролях в Минске. Вот театр, который он был, а вот театр, который разбомбили. В Минск тогда мхатовцы привезли четыре спектакля, но вместо цветов и оваций долгая эвакуация в Москву. Позже из столицы часть труппы уедет в тыл, другая на фронт с выступлениями поднимать дух бойцов советской армии. Выезжали на фронт, ну с какими кусочками, или с монологами, или с какими-то сценами. Очень много есть писем от бойцов, которые писали актерам. Вот, очень трогательные письма. Потому что выступление артистов было иногда единственным, что отвлекало от боевых действий и дарило надежду на скорую мирную жизнь. С удовольствием, слушай, я не хотела ни есть, ни голод, ни чувства, ни холода. Я забывала про все. Я считаю, что это искусство поддерживает людей. Осенью 41-го, когда немцы подошли к столице, началась эвакуация. Вот как разъехались московские театры. МХТ обосновался в Саратове. Потом труппа временно переедет на Урал. Театр Вахтангова в Омск. Ленком в нынешнюю столицу Узбекистана. Большой театр в Самару. Тогда город назывался Куйбышев. А в Челябинск отправился коллектив Малого театра. В Челябинске практически был восстановлен весь репертуар. И новые спектакли, премьеры шли. Война 1812 года по Толстому. Победа над французами стала одной из ключевых тем театральных постановок на фронтах. Мол, их одолели и немцев разгромим. Одна из групп фронтового филиала Малого театра дошла до Берлина и сфотографировалась у Рейстага. И актриса Пероцкая написала на стенах Рейстага «Мы из Москвы от Малого театра». Но прежде чем настал День Победы, Красная Армия била врага долгих четыре года. И все это время артисты поднимали боевой дух советских воинов. Конечно, приезжая на фронтовые госпитали и, так сказать, с фронтовыми бригадами, они рисковали своей жизнью, потому что фронт близко. Перед бойцами Красной Армии выступали и актеры из «Папье-Маше». На выставке представлены куклы фронтового театра Евгения Кобачева. На сцене цирк Гитлера и компании. Так называлось это представление. Куклы верхушки немецкого рейха, а также Муссолини и Черчилля, автор фронтового театра Евгений Кобачев делал самостоятельно. Сам писал сценарий. По воспоминаниям бойцов очень веселил финал постановки, когда фюрер получал удар штыком в глотку от советского солдата. Такие спектакли с политической сатирой оказывали очень большое влияние психологическое на солдат, так как они высмеивали врага. Приезжали с концертами к солдатам и звезды советской эстрады. Помню, как памятный вечер. Была такая фраза «За синий платочек в атаку шли». Когда Клавдия Ивановна Шульженко приезжала на фронт, то многие солдаты, бойцы понимали, что завтра идут в наступление. Выступала перед бойцами и другая известная советская певица Лидия Русланова. К слову, она была одной из первых, кто исполнил. Катюшу были на фронтах и Леонид Утесов, и Аркадий Райкин с сатирическими миниатюрами. У моего папы две медали за отвагу, две боевые медали. Во время войны он был совсем юный, как актер себя никак не проявлял. Фронтовиками были и другие актеры, завоевавшие после войны народную любовь. Анатолий Попанов, Юрий Никулин, Алексей Смирнов. У вас несчастные случаи на стройке были? Нет, пока еще ни одного не было. Болит. Строительные и ремонтные работы, возвращаясь к московским театрам, понадобились во время войны. И большому. В него также попала бомба, как и в театр Вахтангова. Починили. А к концу 1943-го в столицу вернулись из-за временной эмиграции все ведущие театральные коллективы. Федор Червяков, Юлия Грищенко, Геннадий Парамонов и Сергей Малафеев. Москва-24.